Это влюбленность в актив. То есть, когда мы говорим о влюбленности активов, риск здесь заключается в том, что у вас может быть какая-нибудь акция или бумага, в которую вы просто влюбляетесь. Если вы начинающий инвестор и недавно пришли на рынок ценных бумаг, купили отдельно взятую какую-то историю, она вам понравилась, и эта история принесла вам очень хороший профит, очень хорошую прибыль. Причем прибыль может быть как роста курсовой цены. Купили по 20 долларов, она сейчас стоит 100, и вы радуетесь, что она вам принесла 500 процентов прибыли. Или же вы купили акцию по 20 рублей, она сейчас стоит 30-40, но у вас дивидендная доходность очень высокая, потому что компания стала платить щедрые дивиденды, и вы на протяжении 2-3 лет получаете очень хорошие щедрые дивиденды. У меня была такая история, допустим, с акциями Новороссийского морского НМТП, Новороссийский морской торговый порт, когда я просто влюбляюсь в компанию, потому что у меня в текущий момент дивидендная доходность составляет порядка от 30 до 50 процентов в год, это только выплачиваемые дивиденды, которые платит НМТП. При текущей цене 8 рублей я покупал по рубль 40. Поэтому здесь получается для меня привлекательная дивидендная доходность и в принципе хороший рост цены. И здесь очень важно, что когда меняются финансовые показатели компании, увидеть это. То есть не факт, что классная, шикарная компания, которая принесла вам высокий результат, будет и дальше таковой оставаться. Как правило, еще влюбленность в компанию приводит к тому, что люди тоже начинают нарушать принципы диверсификации, увеличивать долю этой компании, потому что она растет, она приносит хорошие прибыли регулярно. Деревья не растут до небес. То же самое можно сказать и про акции. Нужно всегда мониторить финансовые показатели компании, чтобы все-таки сократить долю компании, когда она становится слишком высокой или компания перестает быть такой хорошей, как она была до недавнего времени, и искать, соответственно, другую историю. Поэтому будьте в отношении с акциями, как говорит Уоррен Баффетт, как с супругой. То есть вы можете очень долго наблюдать за компанией, присматриваться, ухаживать за ней, и предполагается, что когда вы поженились, когда вы купили акцию, вы проживете бесконечность, до конца дней своих. Если вы купили акцию, то предполагается, что вы проживете с ней до конца жизни. Но при этом, если жена, супруг не выполняют свои супружеские обязанности, если супруг, соответственно, не смотрит за детьми, не ездит в магазин за продуктами, если это мужчина, не делает по дому чего-либо, Если жена, соответственно, не смотрит за детьми, не стирает, не убирает условно, не готовит, то вам ничего не мешает развестись. Поэтому всегда смотрите на ваши отношения с компанией, какая она и какие дальнейшие долгосрочные перспективы работы с ней. Не влюбляйтесь. Это очень важно. Особенно сейчас, когда за короткий промежуток времени обеспечена была очень высокая доходность. Историй таких очень много, особенно на американском рынке таких историй много. На российском они тоже присутствуют. Будьте очень осторожны, потому что здесь вот эти риски присутствуют в влюбленности. Редактор субтитров А.Семкин